Первым еще за две недели до старта в столицу Чувашии приехали члены сборной команды России. Местом проведения плановых сборов по согласованию с хозяевами кубка был выбран спортивный комплекс регионального центра Маунтинбайка. И судя по рабочей обстановке, которая царила на борцовском ковре, предоставленными условиями спортсменки и их наставники были вполне довольны. Хотя, не скроем, на двух коврах, расстеленных в игровом зале, было тесновато. Под руководством наставников технические приемы оттачивали 26 спортсменок. И это при том, что в наш приезд на коврах отсутствовали члены молодежной команды, выехавшие на перенство мира. Ситуацию с количественным составом нам разъяснила тренер национальной команды Светлана Грачева. Согласно положению, на Кубке мира каждая страна может представлять на один вес по два человека. Для чего это делается? Это же все-таки команда, чтобы вдруг один спортсмен, например, 48 килограмм травмируется, чтобы его мог другой заменить. Число 16 избранных, которым предстоит отстаивать спортивную честь России на ковре, 28-летняя Анастасия Братчикова. Чемпионка Европы этого года летом попробовала свои силы на чемпионате планеты. Увы, но в парижском Берси у уроженки подмосковного Егоревска борьба не заладилась. В итоге она осталась за чертой призеров. Так что Кубок мира – это шанс для реабилитации. На чемпионате мира я встретилась во второй встрече с олимпийской чемпионкой из Японии. Проиграла ей. И сейчас хочу отдать все, что у меня есть, чтобы выиграть. Среди тех, кто подтвердил свое право выйти на ковер Кубка мира, еще две чемпионки Европы. Ирина Алагонова и Мария Гурова. В ранге хозяйки Кабрана борцовский помост Чебоксара-арена выйдет Вероника Чумякова. Уроженка Канарского района вместе с Ульяной Тукуреновой будет бороться в категории до 58 килограммов. В числе тех, кто оттачивал свое мастерство вместе с девушками сборной, была еще одна представительница нашей республики, чемпионка России 2012 года Надежда Федорова. Уроженка деревни Караклы Канарского района в состав сборной страны хоть и не прошла, однако получила возможность ввести подготовку к Кубку России, который стартует в Чебоксарах сразу же после окончания соревнований за Кубок планеты. С тренером решили так подключиться, чтобы с вами партнеры были. Потому что в основном я с пацанами занимаюсь. Отсюда хоть и с девчонками проверить и вообще узнать, кто в каком состоянии. Кстати, наставники национальной сборной большого секрета из методики подготовки не делают. И этой возможностью пользуются начинающие вольницы. Со зрительской трибуны внимательно наблюдала за тренировочным процессом воспитанница спортшколы «Улыб» Чебоксарского района Мария Неконорова. Ученица 7 класса 2 лицея поселка Кугеси в вольной борьбой занимается 5 лет. И пока не сумела подняться на педестал подсчета даже республиканских соревнований. Так что каждая тренировка сборниц для подопечной Сергея Петрова – настоящий мастер-класс. Я занимаюсь вольной борьбой 5 лет и хочу посмотреть приемы. И хочу посмотреть, как занимается сборная России на тренировках. Ну а у наставника национальной команды, заслуженного тренера страны Юрия Шахмурадова, все мысли сейчас сконцентрированы на предстоящем розыгрыше Кубка Планеты. В составе сборной нет многих лидеров. Получившим травмы на чемпионате мира в Париже Валерия Коблова и Любовь Овчарова добавил с Валерией Лозинской, Дарей Лексиной и Дарей Шестерова. Такая ситуация настораживает. У нас все мало людей. Вы убедитесь на чемпионате, на Кубке России. У нас на соревнованиях борются. Я уже вам говорил, по-моему, давно, что 110 человек выступают на чемпионате. Это очень мало. Например, мужская команда может выставить 400 человек. В основном нужен спарринг-партнер. Из-за этого была посвящена работа по развитию женской борьбы в России. Остается пожелать сборной России удачи на третьем домашнем Кубке мира. Кстати, за всю историю проведения этих соревнований, отчет ведется с 2001 года, сборной России пока ни разу не удавалось победить. В нашем активе лишь 4 вторых места. Крайний раз мы уступили в Санкт-Петербурге в 2015 году все тем же японкам. Как сложится на этот раз, ждать осталось ответа недолго.